Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Раньше часто говорили, что Дональд Трамп глупый, помните, он идиот. Мы не станем утверждать, что назначение старшим советником Джареда Кушнера было умной идеей, конечно нет. Но также верно, если быть честным, как нам полагается, что у Дональда Трампа были гораздо более мудрые идеи о внешней политике, чем у любого лидера последних десятилетий. И в этом ему никто не помогал. Никто из его советников и слышать не хотел о его взглядах на внешнюю политику, они отчаянно хотели, чтобы Трамп молчал, но тщетно. В чем смысл НАТО? спросил он спустя почти 30 лет с распада Советского Союза. В Вашингтоне никто не смог ответить, заткнись, расист, вот ответ. Но Трамп оставался Трампом. Зачем нам воевать с Россией? спрашивал он. Разве превращение России в нашего врага не приведет Путина в объятия Китая, создав самый мощный и опасный антиамериканский блок в истории? Никто не потрудился ответить, за столь непростительный грех его клеймили предателем, ему объявили импичмент, а затем развязали войну с Путиным. Но в ретроспективе Трамп задал глубоко патриотичный вопрос. Если Россия когда-нибудь объединит усилия с Китаем, американской глобальной гегемонии и ее могуществу тут же придет конец. Крупнейшая страна мира с самыми богатыми запасами природного газа в союзе с первой страной по населению и крупнейшей экономикой. Ось Россия-Китай была бы не просто влиятельнее, чем Соединенные Штаты, а намного влиятельнее. Масштабы Союза позволят контролировать большую часть мировой экономики, торговых путей и ресурсов. Он сможет проецировать военную силу, которую, если отбросить позерством и просто не в силах остановить. Если Россия и Китай когда-нибудь объединятся, мир станет совершенно другим, а роль США значительно сократится. Большинство американцев согласятся, что это плохо. И теперь, как Дональд Трамп и предсказывал, весьма недвусмысленно, так и происходит. Благодаря безрассудному и опасному ответу Джо Байдена на вторжение на Украину, начавшемуся год назад, экономики России и Китая переплелись. Расходы Китая на российские товары выросли на 60 с лишним процентов. Импорт российского угля в Китае рекордный за последние пять лет. А китайские поставки в Россию выросли почти на 30 процентов. Такие компании, как Форд и Тойота ушли из России, их вынудили, помните? И что в итоге пришли китайские автопроизводители. Прежде они производили менее 10 процентов автомобилей на российском рынке, теперь за Китаем треть рынка. Очевидно, к чему все идет. То же произошло со смартфонами и целым рядом потребительских товаров. Неудивительно, что китайский юань вытесняет доллар в Москве. На долю китайской валюты теперь приходится почти пятая часть всех сделок на московской фондовой бирже по сравнению с одним процентом год назад. Это глубокие развивающиеся экономические связи, вполне официальные. Особенность экономических связей в том, что они неизбежно ведут к военным связям. Так что не должно удивлять, что Китай активно помогает России в войне против НАТО, которую мы возглавляем. Другими словами, страна, у которой больше всего военных кораблей, объединилась со страной, у которой больше всего межконтинентальных ядерных ракет, чтобы бороться с нами через прокси в лице Украины. Это страшно. И ведь дело в том, что все вовлеченные вроде как знают, насколько это в действительности страшно. Наши лидеры понимают, что их стремление к тотальной войне с Путиным, в которой нет необходимости, может привести к разрушению Запада. Они знают, но все равно продолжают. В интервью немецкой газете президент Зеленский вскользь обронил, что «Да, кстати, скоро весь мир охватит пламя войны». «Если Китай поддержит Россию, будет мировая война». Будет мировая война? Если Китай поддержит Россию, кто может говорить такое спокойно? Когда, как мы только что выяснили, Китай уже поддерживает Россию, это уже происходит. Это не домыслы, это факт. И в результате этого факта, по словам самого Зеленского, сотни миллионов людей погибнут. Ничего страшного, главное вернуть себе Крым. Это очень мрачный образ мышления. Сам Зеленский — очень темная сила. Это очевидно, если понаблюдать за ним, вне всяких сомнений. Как можно не увидеть этого? Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую конфессию в своей стране и арестовал монахинь и священников. «О, но он герой!» — заявляют наши лидеры от Чака Шумера до Митча Маконова. Нет, Зеленский не герой. Он инструмент тотального разрушения. Это не оправдание его врагов, но это так. И может именно поэтому Джо Байдена тянет к нему. Байден приземлился сегодня в Киеве, чтобы агитировать за мировую войну. Смотрите. Обратите внимание на вой сирен на фоне. Что странно, сегодня утром в Киеве не было воздушных налетов. Мы проверили, сирены включили. Как только Джо Байден вышел для фотосессии, даже репортеры СНН в Киеве говорят, что они в городе уже пять дней и не слышали бомб или ракетных ударов. Или сирен. До самого момента выхода Байдена к камерам. Я нахожусь здесь последние пять дней. Я не слышал никаких взрывов. Я не слышал воздушных сирен. Пока где-то полчаса назад президент Байден не появился в центре Киева. Ясно. Итак, вот потемкинские сирены. Как раз то, что требуется в этой самой постановочной, самой бесчестной войне в истории. Самой фальшивой. А смысл в том, чтобы убедить американцев в необходимости выделить еще 500 миллионов долларов налогоплательщиков на Украину для правительства Зеленского. Смотрите. Мы выделили почти 700 танков и тысячи единиц бронетехники, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более 50 современных ракетных систем, противокорабельных и противовоздушных систем. Все, чтобы защитить Украину, и это не считая остальных полумиллиарда долларов, которые мы собираемся, мы объявим с вами сегодня и завтра, которые придут вам. И это говорят только о вкладе Соединенных Штатов. Кто-нибудь видит, насколько это мрачно и безумно? Действительно безумно? Да, многие американцы видят, насколько мрачно и безумно. Посмотрите на цифры. Сколько американцев поддерживают эту войну за демократию, в которой голоса американцев почему-то не считаются? Почему бы нам не провести национальный референдум об этом? Раз уж мы равняем землей страну ради демократии, было бы неплохо попробовать демократию у нас, но нет. Все это так гротескно. Просто уму непостижимо. Но представьте, если бы вы наблюдали за этим зрелищем из своего дома в Вест-Палестине, Огайо, из дома, где все еще воняет неопределенными химикатами, вот у нас президент США, нанес личный визит коррумпированному иностранному автократу, чтобы объявить о выделении еще полумиллиарда долларов из ваших налогов для Украины, тем временем у вас, застрявшего в забытой им части Огайо, штата, который помог становлению страны, висит над городом токсичное облако, мрут животные, вода светится. И все же спустя две недели после крушения поезда, с которого все началось, ФИМА и администрация Байдена отказываются выделять вам хоть какую-то финансовую помощь. Ист-Палестин до сих пор не удосужился посетить, пусть даже символическим визитом, министр транспорта Джо Байдена, мэр Питт. И спустя две недели люди в Ист-Палестине начинают это замечать. Смотрите. Какой федеральный ответ? Белый дом подвергается критике за реакцию на крушение поезда в Ист-Палестине. Случись это в столице, в Вашингтоне, все бы уже давно зачистили. У меня с тех пор ужасные головные боли. Местные говорят, что ощущают воздействие токсичных химикатов. Жительница Ист-Палестина Мелисса Блэк говорит, что через два дня после крушения поезда с токсинами, врачи диагностировали у нее острый бронхит из-за химических паров. Дышать трудно, в груди напряжение, этот кашель. Мне 53. У меня за жизнь голова болела два раза, а теперь вот каждый день с этого контролируемого поджога. Мои дети больше никогда не будут играть на заднем дворе, и это очень грустно. Теперь я всегда буду видеть в этом опасность. Сегодня семьи, такие как Читабейли, стоят в очереди за чеком на тысячу долларов на человека. Тысячи долларов хватит? Вряд ли. Честно, думаю, нет. Тед Мёрфи не верит словам чиновников, что риска здоровью больше нет. Надо переезжать. Потому что жить тут небезопасно. Черт, а с два тут безопасно. Но всем все равно, и вы с Палестиней об этом знают. Контрасты становятся слишком резкими и очевидными. Американская граница против украинской. Одна вообще не важна и думать иначе расизм, другая же так важна, что стоит риска ядерной войны. Помощь Зеленскому? Никакой отчетности, Бог знает, на что идут деньги, но это никого не волнует. А помощь Ист-Палестину не можем себе позволить. К сожалению, все эти люди не украинцы, поэтому не так интересны Байдену, чтобы оправдать визит. Никто в Ист-Палестине не сообразил платить цену Байдена 80 тысяч в месяц. В противном случае, если бы им хватило мудрости подкупить семью Байденов 8 лет назад, все было бы иначе. Вот как Джо Байден говорил бы с ними. Пакет предоставит столь необходимую гуманитарную помощь, продовольствие, воду, медикаменты, кров и другую помощь украинцам, перемещенными за российской войны. И предоставит помощь тем, кто ищет убежище в других странах из Украины. Он также поможет открыться школам и больницам. Позволит выплачивать пенсии и социальную поддержку украинскому народу, чтобы у них было что-то, хоть что-то в кармане. Итак, не все, что рассматривается в Конгрессе, в равной степени важно. Большинство законов Конгрессе не значит ничего в долгосрочной перспективе. Ядерная война — это все в долгосрочной перспективе. Так по какому же вопросу обе партии солидарны? О, по самому важному. То есть нет никакой партии оппозиции. Обе партии, похоже, согласны, что администрация, сбивающая метеозонды, ракетами с тепловым наведением по 400 тысяч долларов, способна справиться с невероятно сложным конфликтом в Восточной Европе с экзистенциальными ставками. Без проблем! Мы точно справимся! Каждый, кто с нами — Уинстон Черчилль! Никто на стороне республиканцев не возмущен из моральных убеждений, что президент США лично посещает автократа в спортивном костюме в Киеве, игнорируя воздействие на тысячи американских граждан неустановленных токсичных химикатов. У республиканцев в Сенате есть лидер. Возможно, вам интересно, что он считает важным. Вот он. Я попробую объяснить американскому народу, что победа над русскими на Украине — это самое важное из всего, что сейчас происходит в мире. Это сэкономит нам огромную сумму денег в будущем, если украинцы добьются успеха. Они не просят нас о вводе войск, они просят о финансовой помощи. И ведь это не пустая демагогия. Митч МакКоннелл верит в то, что говорит. Я попробую объяснить. Ты не смог бы объяснить, как доехать до ближайшей заправки. Ты не в состоянии что-то объяснять. И уж точно он не в состоянии возглавлять оппозицию в Сенате США. Но по какой-то причине МакКоннеллу и многим лидерам республиканцев и ведущим ток-шоу полностью промыли мозги идеи о том, что США выиграют от войны с Россией. Что ж, теперь, когда Россия объединила усилия с Китаем, чтобы создать блок против США, который мы не сможем победить, у них под контролем может оказаться большая часть мира. Правда? И это твоя заслуга, кстати. Ты смеялся над Трампом, и вот приехали. Мы вот-вот потеряем контроль над большей частью мира, потому что ты так неразумно распорядился унаследованной властью. Что ответишь на это, Митч МакКоннелл? Будем рады выслушать тебя в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова